Многоэлектронные атомы, то есть, собственно, как располагаются-то дальше они по утране, описанным всем этим квантовым числам. Ну, в общем, электроны сначала занимают низкие по энергиям орбитали. В то же время орбитали перекрывают друг друга, то есть энергия орбитали зависит не только от притяжения электронов к ядру, но и отталкивания. Поэтому они экранируют. Получается, что энергия притяжения электронов внешнего уровня меньше, чем на внутренних уровнях. Из-за взаимного влияния электронов. Ну и, наконец, есть правило Кличковского. То есть, заполнение энергетических уровней происходит в порядке возрастания суммы чисел. Вот первого квантового числа и второго квантового числа. А при равных значениях в порядке возрастания N. То есть, как это на практике все выглядит. Вот они заполняются не в том порядке, в котором ранее были перечислены. Не просто, допустим, берем первый уровень, заполняем, потом берем второй уровень, там, первый подровень заполняем, Второй уровень по сопровождению и так далее Не в этом порядке А немножко так вот все косо По правилу Ключковская Вот в принципе схемка, на которой все понятно То есть где-то у нас до второго уровня все нормально То есть мы заполняем сначала S, потом P А вот уже на третьем уровне все не так То есть вот энергия возрастает не по этим схемам уровней А вот по косой В частности, вот у нас будет после уровня 3P Мы будем заполнять 4S А 3D мы будем заполнять после 4S Вот снизу вверх они заполняются И чем выше, тем больше, короче, путаницы И на самых верхних уровнях не соответствует вообще Вот видите, там полный яролаж идет И порядок не соответствует тому порядку, в котором идут, собственно, квантовые числа Кроме того, есть определенные исключения из правила Ключковского Что относится к элементам, которые имеют полностью Либо наполовину заполнен D и F уровни То есть, например, медь Там будет исключение и так далее Но эти исключения потом будем говорить Пока просто общая схема, как они заполняются Потом, в принципе, там почти каждую группу элементов Будем рассматривать, какие там орбитали, как заполнены Вот это как заполняются А вот сколько их может быть на каждом уровне Это принцип Паули 1925 год В атоме не может быть двух электронов У которых были бы одинаковыми все 4 квантовых числа Это что у нас означает? Например, что у нас на уровне S может быть их только два Причем один крутится в одну сторону Спин положительный, а другого спин отрицательный Потому что, когда n равно 1, то они могут отличаться только спином Потому что одинаковыми не могут быть все 4 квантовых числа Ну, в принципе, вот визуально видно И вот исходя из этого их так и рисуют В этих квадратиках В каждом квадратике может быть максимум 2 стрелочки Вот, и таким образом мы также вычисляем Максимально возможное число электронов На каждом энергетическом уровне По простой вообще-то формуле 2 умножить на n в квадрате Вот, то есть, вот у нас На P уровне может быть 8 электронов А на S уровне у нас может быть только 2 Если он полностью заполнен То есть, все возможные Максимальное допустимое число электронов там есть То он называется замкнутым То есть, вот замкнутый S под уровень 2 электроны Замкнутый P под уровень 6 электронов Замкнутый... А, да, на P, кстати, 6 электронов Что-то я глюканул не 8 На P под уровень 6 электронов На D по уровню 10 электронов И на F под уровень 14 электронов Вот, значит Соответственно, мы рисуем электронную конфигурацию атома В виде таких вот формул Которые нам известны Типа 1S2, 2S2, 2P6 и так далее Это у нас вот будет натрий там и 3S1 Кроме того, есть правила Хонда Которые уже окончательно все оформляют И уже пользуясь еще и правилом Хонда Мы уже точно все пишем Правило Хонда такое, что в данном под уровне Они занимают энергетические состояния Таким образом, чтобы суммарный спин был максимальным Но это все просто, что стрелка Они сначала пытаются, чтобы стрелки были в одном направлении То есть вот тут два варианта на схемке А и Б То есть они могли бы на одном быть под уровне С противоположными спинами Но они предпочитают с одинаковым спином Допустим, быть на разных под уровнях То есть сначала электроны заполняют под уровни А потом они уже с противоположными спинами Второй потом присоединяется Сначала они заполняют эти квадратики по одному А потом еще и второй Ну вот, исходя из этого Вот так у нас выглядит заполненный до Н4 Распределение электронов по энергетическим уровням под уровню Вот из этой уже схемки мы можем про все абсолютно сказать Как у нас будут элементы выглядеть И какое у нас максимальное число электронов На каждом, может быть При каждом энергетическом уровне При каждом квантовом числе Вот при квантовом числе 1 будет максимум 2 При квантовом числе 2 будет максимум 8 Электронов 3, 18 И 4, 32 И там еще 5 есть Вот, и вот уже исходя из этого Мы точно для каждого элемента Вот эти все квадратики рисуем А если мы разрисуем вот так вот в квадратиках И так же и направлению То мы полностью рисуем всю структуру Как устроен атом каждого элемента Как у него там электроны На каких они орбиталях Какова форма электронных облаков Какой у них спин То есть все 4 квантового числа ранее описанных Мы вот такими вот картинками зарисовываем Исходя из вот этих вот Всего лишь трех правил Значит, напоминаю, какие были правила Чтобы итоги-то были Было правило Ключковского По которому заполняются уровни Принцип Паули Который у нас определяет Максимальное количество электронов На каждом уровне И правило Хунда Которое у нас вопросы спина тоже регулирует И все становится полностью ясно